Доброе утро, страна! Сегодня я вам расскажу про Generation P. Эта многострадальная картина таки доползла до экрана. Ура, ура, ура! И вот о чём она повествует. Когда-то жило беспечальное поколение, которому было хорошо отонлимо начато в дворе 60-копеечного пива и любых очередей. Сейчас в оба особое время, такого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Да, вот так писатель Виктор Берейн подгадал время, когда чудесная страна из четырёх развалилась и написал о том, что пришло на смену коммунизму. Оказалось, что капитализм посетил Россию в весьма странной форме. Мне нравится, когда в жизни большие сиськи, это я так думаю. Начнём с главного героя. С чудесным именем Вавилен. Произошло оно вот... Сейчас прочту. Слов Василия Аксёнов и Владимир Ильич Ленин. Папка у Вавы был большой изобретатель по части создания третьих смыслов. Мог бы ещё назвать сынулю... Навуходоносор. Интересно, как бы он потом звал его с улицы домой. Ну так вот. Для наволоса и постсоветских хиппи, которого соблазняют Сникерс и Миколы, встраивается работать в ларёк. Его крышует некто Гусейн. Обратите внимание на имя. Потому что в фильме его всегда очень невнятно произносят. Иногда кажется, что он... Гуссерль. Впрочем, даже у Пелевина немецкие философы по ларькам не шаг. Запускаем дизель-частушки. Мы с Иваном Ильичом работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель спиздили. За пару минут Вава с Гусейном налаживают бизнес. Продают сигарет, батончики и презервативы. А потом татарского, которому повезло не только с именем, вылавливает лучший сокурсник. Ну и как водится у нас в стране, тут же устраивают на другую, более высокооплачиваемую работу. История Вавилена – это взлёт от студента Литн-Института. Да не скажу кого. Но в этом явно не обошлось без доктрин Вавилона. Вавилен, Ларёк, Реклама, Вавилон. Ловили связь? Надо один очень важный вопрос решить. Гамлетовский. Тогда продолжим. Главное, что становится понятно из фильма, мир, в котором всё покупается и продаётся, то есть весь мир, это поле рекламы. Можно на всём сколотить деньги и заставить людей верить во всякую чебуху. Ну, собственно, что и происходит. И всё, что мы считаем историческими событиями, скорее всего, никогда не происходило. И, наверное, человек человеку очень грамотно подсаживается на мозг и, опорожняя свой мыслительный аппарат, наполняет до краёв мыслительное блюдце братьев по разуму. И так каждый каждому. С незамысловатой компьютерной анимацией в фильме это всё наглядно продемонстрировано и даже названо. Человек человеку. ВАУ Или ВАУ, ВАУ, ВАУ Что ещё можно сказать о фильме? Один Виктор снял фильм по книге другого Виктора. Те, кто книгу не читал, не будут придираться, что в экранизации нет запятых и двоеточий, но могут что-то не уловить. Хотя у Гинсборга всё разжёвано. Те, кто за 12 лет успел прочесть бумажный или электронный вариант, вот тут сложно. Они А. Могут не пойти в кинотеатр. Б. Могут не оценить близкий к тексту, но упрощённый киновариант. В. Не дай бог получат удовольствие. Ну и Г. Но если всё-таки придут, то увидят, что актёров в Generation P много. Самый яркий – Михаил Ефремов. С ним всё. По остальным. Не будем тыкать пальцами, но герои часто переигрывают. Или ведут себя особенно по киношкам. Хотя в атмосферу вписывать это всё отлично. Ведь поколение – это интеллектуальный трэш, в котором смешано всё. От основ пиара до вавилонских доктрий. И учение по выходу духа из тела. Главное, что стоит запомнить, Generation P – это оптимистичная картина настоящего. Вернее, постсовкового прошлого. Сейчас всё ещё хуже. Творцы нам тут нахуй не нужны. Криэйтором, да вам? Криэйтором. Пейте морковный сок и читайте хорошие книги. Всем вау. Над Кандагаром было круче!